Всем здравствуйте, мои дорогие подписчики! Ну вот, настал этот день грустный, печальный для меня, для Коди и для многих из вас. Вот я подъехала, жду, когда Коди соберёт все свои вещи и спустится к машине. В общем, всё. Отправляемся в аэропорт. Пришёл тот день, пришёл тот час. К большому сожалению, очень печально. Это самый печальный день в конце сезона. Много приятных эмоций, когда сезон заканчивается, потому что рабочие дни заканчиваются вместе с сезоном. Но также есть и много больших минусов, связанные с этим фактом. То, что мой дорогой друг уезжает. Погода сегодня нелётная. Что прибавляет мне ещё ко всему прочему? дополнительного волнения. Ветрено. И даже вот местами моросит иногда дождь. Вот такой у нас уже безлюдный провинстаун. Туристы все разъехались по домам. А мы местные остаёмся. Смотрите, какой ветер. Небо тёмное. Очень меня, конечно, эта погода напрягает. Буду теперь ждать с нетерпением, когда Коди меня наберёт. Скажет, что приземлился благополучно. Да, что-то вообще не нравится мне это. Так, кое-то где люди проходят мимо, и на этом всё пусто в нашем городе. А летом наоборот. Чрезмерно много людей. Чемодан, сумка, всё на месте. Коди вернулся проверить, закрыл ли он дверь или нет на всякий случай. Всё-таки не на часик уезжает, а на всю зиму. Так что хочет достоверно всё проверить, чтобы мысли его не мучили по дороге. И тем временем, пока я его жду, хочу моё хорошее вам рассказать, откуда Коди родом. Вырос и родился Коди в штате Пенсильвания. Сейчас он возвращается домой. У него там родители, сёстры. Так что в Провинстаун он приезжает просто на сезон, на сезон поработать, заработать денег и пообщаться с друзьями. У него здесь помимо меня очень много хороших и преданных друзей. так что вот такие дела. Сейчас будем отправляться в аэропорт и скажем все вместе Коди до свидания. Так он тут еле помещается в машину. Машина, конечно, у нас мощная. Я говорю, что машина ретро-кар. Писок вот так выглядит вход в аэропорт. Я не знаю, куда Коди собрался, но я нервничаю. Он говорит, очень маленький baby аэропорт. На самом деле тут у нас самолеты такие кукурузники, маленькие прям маленькие. Он говорит, в самолет помещается около семи человек. Так что очень маленькие у нас тут. Так что же здесь? Заходить нельзя? Я думал, может, хоть самолет будет видно. Нет, самолет тоже не видно. Это в день и я живу. Кто-то из моих подписчиков попросили, чтобы я Коди крепко обняла и поцеловала. Пока-пока. Будем скучать. Мы будем скучать вас, всех нас. Я буду скучать их, и твои. Коди, я буду тоже скучать. Окей, быть безопасно. Будьте позвонить, чтобы я живой. Я говорю, да, потому что немножечко я переживаю по этому поводу. Но все будет хорошо. У нас просто месяц назад самолет разбился. Из этого аэропорта вылетал, так что поэтому я еще так сильно нервничаю. Goodbye, my love, good bye. Коди, пока. We love you, honey. Да, маску. Кстати, насчет масок меня многие спрашивают. Маски у нас носят, в принципе, везде по желанию, но в аэропорт без маски не пропускают. не пропускают. be safe. Love you. Так я ему дверь подержу. Thank you. Thank you. My God, do you love you? Все. Вот так вот. Очень печально. Всегда расстраиваюсь. Пока, мои хорошие. У меня новости. Коди добрался до Бостона благополучно. Так что все хорошо. Сейчас он с Бостона будет делать пересадку и скоро будет дома. Хочу вам показать, чем я буду обедать. Сегодня у меня салатик. Здоровое питание. Переворачиваю камеру и показываю вам. Вот мой обед. Салат. Курица на гриле обжаренная. Овечий сыр. Яблоки. Орехи. Даже клюква. И даже здесь есть клюква в этом салате. И походу все. Ну и леттес. Так что мои хорошие, я сейчас буду обедать. А еще к салату вот такая вот заправка Ренч. Приятного всем аппетита. Кто сейчас съест? Обед съеден. Энергия получена. Новости от Коди. Получила все. Настроение получше у меня теперь. И хочу еще кстати вам сказать, что клюква обалденно сочетается с листьями салата. Добавляйте клюкву в салаты и получайте от этого удовольствия хорошее обалденное сочетание. Сейчас я вам хочу показать еще одну интересную, на мой взгляд, вещь, которая продается в нашем магазине. И вот поделюсь с вами. Мне такая идея понравилась и не часто я ее встречала. Так что у нас магазин редких находок. Хочу добавить, что многие из вас меня спрашивают, почему мы не собирали в этом году клюкву, бруснику. Мои хорошие, честное слово, времени у меня не хватало. Но постараемся, очень постараемся на следующий год собрать и клюкву, и бруснику. Говорят, что даже у нас еще и голубика есть. Так что будем обязательно этим делом заниматься. Хотела вам еще сказать, что я попробовала бруснику, но я до конца не уверена, если это брусника, потому что на вкус очень терпкая ягода. И некоторые из моих еще подписчиков писали, что возможно это не брусника, а толокнянка. Толокнянка вроде бы так. Если я не ошибаюсь. Так что я еще не уверена до конца, что это за ягода. Брусника это или не брусника. Вот говорю вам, попробовала одну ягодку очень терпкая. Будем на следующий год еще раз изучать, еще раз пытаться. Вот такие у меня сотрудники по работе. Будем на следующий год с вами все-таки узнавать до конца, что это за ягода. Но можете мне пожалуйста сказать, присутствует ли у брусники терпкость. Все. Вот что у нас есть в продаже в магазине. Вот такие вот интересные из овечьей шкуры. Как вы думаете, что это такое? Я уверена, что многие из вас уже догадались. Это чехлы на сиденье велосипеда. все натуральное, очень теплое. Оригинальная цена 24 доллара, а сейчас мы их продаем за 9,95. Я считаю, это очень хорошая идея. В продаже иметь вот такие вот чехлы для велосипедов, потому что у нас велосипедистов в провинстауне очень много, а осенью не всем хочется садиться на холодное сиденье и замерзать. А так у вас чехол, если такой будет, всегда будет вам тепло. А также есть в продаже у нас вот такие вот интересные. Похоже на мочалку, но это не мочалка. Это, я как поняла, вот такая вот варежка. Ты ее одеваешь на руки и держишь руль велосипеда и у тебя руки ни при каком морозе не замерзнут. Вот такой вот набор. Чехол и варежка для руля. Прикольно. Вот еще такая вот находка у меня сегодня в магазине нашлась. Ремень. посмотрите, с потайным кармашком для денег. Стоит такой ремень 49 долларов 95 центов, но грубо говоря 50 долларов. Дорого, даже очень. На самом деле я удивилась, увидев такой ремень с секретом. я думала, я думала уже в современное время люди не пользуются такими вещами, но оказывается, да. Раньше я точно знаю, что в 90-е люди деньги куда только не прятали. И вот такой вот ремень им 100% пригодился. Ну вот, нашла я такое в Америке. Даже и подумать не могла, что и они здесь вот такими ухищрениями пользуются. вот такой вот кожаный ремень с потайным кармашком. Я попросила хозяина магазина вытащить из коробки ремень специально для видео, специально для вас, мои хорошие, чтобы показать вам более наглядно, как он выглядит. Посмотрите, какой потайной здесь карман и очень, причем большой. Ух ты! сюда можно столько денег спрятать. Очень объемный. Вот, смотрите. Ух ты! Почти на пол ремня. Ну, конкретно сюда можно спрятать. Так. И также он застегивается. Очень удобно. И кто не знает и не догадается, что у вас на поясе-то целое состояние. Вот так. Посмотрите, кто у нас здесь гуляет. Это койот, дикая собака. Мы сейчас с моей подругой подъехали к магазину купить продукты. И вот я увидела вот такого дикого зверя. Так, чтобы вы понимали, мои хорошие, что у нас ходят абсолютно спокойно дикие. Койоты это дикие собаки. вот по таким вот людным местам. Все, убежал он в кусты. Поэтому, когда мы ходим в лес, немножечко страшновато. койота мы увидели вот в этой стороне. Парковка. Моя подруга Ноэлл, сотрудница. И магазин, куда мы направляемся, Stop It Shop. Просто я вам показываю эту территорию, чтобы вы понимали, насколько здесь людное и проходимое место. И вот койот искал здесь что-то поесть вкусненькое. Не знаю, лисы у нас гоняют, койоты, еноты. В общем, целый список.